Марвел 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 сериальчику The CW, чем киновселенная MCU. А вот душераздирающие самопожертвования и зрителей проберет до слез и для самого Тони Старка окажется самым подходящим финалом, который из бывшего Нарцисса превратит гения, миллионера, плейбоя в легенду. Гении больше не нужны, спасибо Человеку-пауку и Черной Пантере, теперь у нас есть молодые и талантливые ребята в лице Питера. Паркера и Шури и гений Старка, по большому счету, уже не так востребован, ему есть кому передать эстафетную палочку. Совместными усилиями Питера и Шури вполне могли бы, наверное, обставить Тони по мозгам, так что, каким бы кощунственным это ни казалось, Старк, к сожалению, чисто технически больше не нужен. В соседней песочнице подразделений комиксов это прекрасно понимают и уже давно ввели Насмену Тони Старку Рири Уильямс, супергероиню Железное Сердце. Пора МСЮ взять в соседей пример. Железный Человек, больше не самый популярный Мститель, еще один кощунственный на первый взгляд, но абсолютно правдивый факт, если раньше Тони Старк, Железный Человек был главной звездой МСЮ, то после выхода Тур, Рагнарёк и Черной Пантеры, стало понятно, что для успеха очередного фильма наличие Тони Старка в нем вовсе не обязательно. Теперь с Робертом Дауни-младшим студия Марвел может совершенно спокойно попрощаться и быть уверенной, что следующие фильмы в прокате по-прежнему будут чувствовать себя прекрасно. Мстителям нужна встряска те, кто когда-либо занимался командными видами спорта, согласятся единодушно появление новых лицей. Уход старых игроков могут вдохнуть новую жизнь в команду, которая давно топчется на одном месте. Вот и с Мстителями, что-то похожее, команды, изначально состоявшие из Кэпа, Старка, Тора, Черной Вдовы, Соколиного Глаза и Халка, нужна мощная встряска. Конечно, к ростеру Мстителей периодически присоединяются новички, Алая Ведьма, Сокол, Вижн, но, если оставить все, как есть и на экране. Еще с десяток лет будут одни и те же лица, зрители при всей своей любви к Марвел очень скоро заскучают. А вот превентивное вычеркивание Тони Старка – событие точно не скучное. Роберту Дауни-младшему пора отдохнуть. За 10 лет существования киновселенной Марвел Роберт Дауни-младший появился в роли Железного Человека в 9 фильмах, то есть почти по фильму в год. Очевидно, что актеру, как бы он не признавался в любви, Марвел уже совершенно точно хочется каких-то других проектов, но которые из-за вовлеченности в киновселенную MCU просто не хватает времени. Может пора дать Роберту отдохнуть?